Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Одной из сильнейших сторон нынешнего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, является его непревзойденное умение играть эндшпиль. Шахматные окончания в исполнении Магнуса Карлсена зачастую носят чисто учебный характер и так и просятся в шахматные учебники. И сегодня мы с вами рассмотрим партию, в которой случилось довольно интересное окончание с разноцветными слонами, в котором Магнус Карлсен продемонстрировал очень красивый и интересный круговой маневр короля. Поединок действительно получился очень интересным и мы с вами приступаем к его разбору. В этой партии юный Магнус Карлсен встречался с довольно опытным генерским грацмейстером Золтаном Алмаши и соперники разыграли защиту Немцовича. Д4 пошел Карлсен, далее КФ6, С4, Е6, КЦ3, СВ4. Карлсен избирает классическую систему Ферзь С2 и после арокировки делает ход А3. В этой позиции черные размениваются на С3, предоставляя белым преимущество двух слонов. Белые, конечно, берут Ферзиом и далее Б6. План черных состоит в том, чтобы поставить на Б7 своего слона и контролировать пункт Е4 двумя легкими фигурами. КФ3 сыграли белые, далее СБ7, Е3, Д6, СЕ2, КБД7 и арокировка. Построение черных весьма эластично и здесь заслужил внимание план, который был продемонстрирован в конце 80-х годов прошлого столетия сильным шахматистом Валерием Саловым в партии против Михаила Гуревича, не менее сильного грацмейстера. Конь Е4 сыграл Салов и далее на ферзь Д3, Ф5. Ну и на Б4 ферзь Ф6, слон Б2, ладья АЕ8. Черные удобно расставили свои фигуры и в дальнейшем давление Салова в центре и на королевском фланге принесло свои плоды. Он праздновал победу на 41-м ходу. Но в нашей партии Золтан Алмаш играет иначе. Он пока не захватывает пункт Е4, а ставит свою пешку на Ц5. Белый же играет Б4 и далее А5. Пишечное напряжение на ферзьевом фланге пока сохраняется. Ни одна из сторон не хочет первой начинать размены. Слон Б2 играет Карлсон и далее Ферзь Е7. Ладья ФД1 и ладья ФЦ8. Черные сейчас хотят побить на Б4 или Д4. И противостояние черной ладьи и белого ферзя весьма опасно для сильнейшей фигуры белых. Поэтому Карлсон первым начинает размены. После взятия на Ц5 и ДЦ он закрывает позицию ходом Б5. Таким образом на доске образовалась открытая линия Д, за которую соперники будут вести борьбу. Заметим также, что сейчас конь на Ф6 оказывается пригвожденным к месту, потому что батарея по диагонали А1, А8 не дает ему сдвинуться с этой позиции. Разве что можно коня поставить на Е8, защищая пункт Ж7. Поэтому захватить пункт Е4 черные в дальнейшем могут только своим слоном. Далее следует ладья Д8. За счет потери темпа Золтан Алмаши определил позицию на ферзьевом фланге, но в то же время преимущество белых состоит в том, что у них есть два слона. И в случае вскрытия позиции они скажут свое веское слово. Ладья Д3. Карлсон просто сдваивается по вертикали Д. Слон Е4, ладья Д2 и конь Е8. Нужно как-то раскручивать свои фигуры. Белые играют ладья АД1, а черные ставят упор по диагонали А1, А8 ходом Ф6. Полезная форточка Х3, конь Ф8. Черным коням очень тесно в своем лагере. Конь Х2 играют белые, ну и далее интересные маневры. Конь Д6. Явно конь черных метит на поле Е4 после отхода слона. Но белые играют конь Ф1. И на слон Б7 защищают поле Е4 ходом конь Ж3. Происходит размен. Конь Е4, взяли, взяли и слон Ж4. Пешечная структура черных на королевском фланге весьма рыхловато. Слаба пешка на Е6. Поэтому король Ф7, прикрывая слабую пешку. Х4, король Е8, слон Х5 и конь Ж6. Ф3 играют белые, отгоняя слона. И ферзь С2. Карлсон нацеливается на коня Ж6. Черные вынуждены его защищать, ставя короля обратно на Ф7. И ладья Д3. Ферзь С7 играют черные, слон С3, Е5, король Ф2. Соперники потихонечку усиливают свою позицию, но преимущество белых сохраняется. Поэтому черные решают взорвать центр ходом Е4. Карлсон не опасался этого движения пешки. Иначе сам бы сыграл Е3, Е4. Он бьет на Е4, и оказывается, что взятие на Е4 попросту невозможно. Потому что белые временно жертвуют ферзя, бьют на Д8, нападая ферзем на Е4 и вынуждают забрать свою ферзя. Но после ладья 8, Д7 ферзь благополучно отыгрывается. Шах, король Ф8, слон Ф3. В этом положении слоны белых обеспечивают им решающий перевес. Потому что каждая фигура черных просто не знает, что делать в этой ситуации. Фигуры черных разобщены, ну а фигура белых действует как слаженный ансамбль. Поэтому черные сыграли иначе. Они ставят своего короля на Е7. Ну а белым в этой позиции стоило все-таки сыграть Е5. Это сильнейшее продолжение в данной ситуации. В случае взятия, а иного не видно, следует слон Ж4. И белые борются за пункт Д7. После размена угрожает ладья Д7 с выигрышем ферзя. В случае ладья Д8 следует простой размен. Х5, ну и дальше на коне Ф8, ферзь Ф5. Слоны белых настоящие монстры. У черных куча слабостей. Конь на Ф8 очень пассивная фигура. Белые имеют подавляющую позицию. Но здесь сильнее сыграть ладья Ф8. Отбросить короля и потом попытаться разменять пару слонов. Ну и дальше после слон С8, ферзь С8, Х5. Черный конь явно хуже оставшегося чернопольного слона белых. Поэтому белых здесь тоже практически решающий перевес. Но Магнус Карлсон сыграл иначе. Он сразу забрал на Ж6. Не хочет делать ставку на двух слонов. И переходит в разноцвет. Далее взятие. И теперь вот только Е5. После взятия съедет ладья Д8. То есть Карлсон меняет все ладьи. Забирает ферзем на Ж6. И получается вот такое довольно интересное окончание. У белых, конечно же, большой перевес. Потому что у них и лишняя пешка. И пешки черных слабы. Но все-таки это разноцвет. И Золтан Алмаши очень упорно защищает свои слабости. Умело действуя ферзем. Ферзь Ф8 шаг. Король Ж3. Ферзь Ф6. Конечно, чистый разноцвет. Это предел мечтаний черных в этой ситуации. Не попасть бы под матовую атаку, а разменяв сильнейшие фигуры в получившемся окончании, может предоставиться возможность убежать на ничью, даже имея пешкой, а то и двумя меньше. Но Магнус Карлсон пока отказывается от размена ферзей. Ставя своего ферзя на Х5. Король Д6 играет черные. Укрепляя свою позицию. Но ферзь Е8. Слон Е4. И далее ферзь Б8. Король Д7. Белые забирают пешку на Е5. Но черные все-таки разменивают ферзей. И далее Ж6. Давайте подробнее обсудим эту позицию, которая получилась на доске. У нас окончание с разноцветными слонами. И кажется, что победа белых не за горами. Дело в том, что у них две лишние пешки на королевском фланге. Пешечная формация черных на ферзь фланге слаба. Пешка на Б6. Корневая пешка в этой структуре. Постоянно нуждается в защите. Ну а конкретно поле С7, с которым ее можно атаковать. Что, конечно, уменьшает активность черного короля. Но и у белых есть проблемы в этой позиции. Прежде всего, слон черных очень силен. Он давит на пешку Ж2. Также снижая активность короля белых. Ну а пешки на ферзь фланге у белых тоже уязвимы. Поэтому, скорее всего, на ферзь фланге скоро произойдет размен пешек. Что приблизит черных к возможной ничьей. Поэтому Магнусу Каусу здесь нужно действовать очень точно. И составлять четкий, продуманный план действий. Для того, чтобы не угодить в одну из ничейных ловушек чистого разноцвета. Слон Ф6 играет будущий чемпион мира. И далее А4. Золтан Алмаше уводит свою пешку с черного поля. И делает ее недоступной для слона соперника. Белые же играют слон Е5 и слон Д3. Черные приступают к сбору урожая на ферзь фланге. Ну а белые ставят короля на поле Ф4. Далее слон бьет С4. Король Ж5. Совершенно ясно, что пешку на Ж6 черные должны беречь как зеницу ока. Дело в том, что если она падет, то у белых получится очень сильная пара связанных проходных, которые сметут все на своем пути. Поэтому пешку нужно защищать. И черные это делают умело, активизируя своего короля. В этой позиции ход слон Д3 ничего не давал. Потому что следовало король Ф6. И напротив, черный король находится в клетке. Ему не выбраться из нее до конца партии. Поэтому черные играют король Е6. Используя то обстоятельство, что слон белых попал под удар, черные перебрасывают своего короля на поле Ф7. Далее следует, конечно, слон С7 с нападением на пешку Б6. Король Ф7 забрали, взяли, скушали. В итоге белые и черные лишились двух пешек на ферзь фланге. Ну а черные играют слон Ф1. Ж4 играют белые. Слон Д3. Король Ф4. Заметьте, что Магнус Каусен пока воздерживается от движения своей крайней пешки. Избегая размена черной пешки Ж6. Король Е6. Играют черные. Е4. Слон Е2. Заметьте, что Золтан Алмаше умело пользуется приемом, который называется пешки на прицеле. Цепляясь к пешке Ж4. Он снижает активность белого короля. Ну а конечно такое продвижение как Ж4-Ж5 мы вообще не рассматриваем. Потому что пешки будут намертво блокированы на полях Х4 и Ж5. Поэтому слон Д4. Каусен пока не спешит двигать пешки. Усиливает позицию слона. Слон Д1. Черные демонстративно стоят на месте. Слон Х8. Далее слон Е2. Король Ж5. Король Ф7. И наконец Х5. Здесь Алмаше конечно бьет. И в этой позиции белым нужно бить именно пешкой. Дело в том, что если забрать королем, то пешки Ж и Е слишком близко расположены друг к другу. Что явно облегчит защиту черным. Поэтому Каусен бьет Ж. И получилась вот такая позиция с пешками Е и Х. Две вертикали, которые разделяют эти проходные пешки белых, дают некоторые шансы на победу Магнусу Каусену. Но все же следует признать, что вот эта позиция, не будь пешек А на доске, является ничейной. Уж слишком близко друг от друга расположены пешки белых. Но все же черным нужно быть очень точными в защите. И Золтан Алмаше выжимает из этого положения максимум. А Магнус Каусен понимает, что ему нужно найти план, с помощью которого эта позиция выигрывается. Если конечно этот план существует. И к чести норвежского гроссмейстера, этот план он находит. Магнус Каусен придумал очень интересный круговой маневр короля, который может поставить под сомнение крепкую оборону черных. Итак, в этой позиции черные играют слоны в 3. И выбора нет. Нужно ставить пешку на черное поле. Далее король Е6. Слон Ф6 и слон Е4. Роли черных фигур перераспределились. Король черных контролирует проходную пешку Е. Ну а слон пешку по линии H. Заметим, что на руку черных и то обстоятельство, что они могут, выиграв одну из этих пешек и отдав за другую своего слона, достичь простой ничьей, прибыв королем на поле А8. Заметим, что это поле белого цвета, ну и таким образом крайняя проходная пешка А обесценена. Далее следует король Ф4. Магнус Каусен начинает свой круговой маневр короля, максимально усилив позицию на королевском фланге. Слон С2. Далее А6, король Д5 и король Е3. Куда идет король, большой секрет, а идет он на ферзевый фланг атаковать пешку А4. И далее после слона Ж6 следует король Д2. Король Е6, черные стоят на месте и не понимают, чего же хочет их партнер. Король С3, король Д7, король Б4, вот пешка атакована, ее нужно защищать. Король Б5, играют белые и далее король Е6. В этой позиции следует ход король С6. Оказывается, Магнус Каусен идет к полю Е8. После слон Ж6, король С7, слон Ф5, следует король Д8. Вот такой путь проделал белый король и хочет его продолжить. После король Е8, король Ф8, Ж8, следует ход Х7. Черным нужно отдавать своего слона за пешку, но оставшаяся пешка Е обеспечит белым победу. Поэтому вынуждена король Ф7. Далее слон Ж7. Магнус Каусен ставит своего слона, защищая обе пешки. И далее слон Ж6. Король Д7, слон Ф5, шаг король Д6 и слон Ж4. Слон вынужден покинуть диагональ Б1, Х7. Но все-таки ход Х7 сейчас невозможен, так как слон уязвим. Поэтому он идет на поле Ф6. Сейчас угрожает Х7, поэтому слон Ф5. Но и ход Е6 тоже делать не хочется, потому что тут слон попадает под удар. Поэтому слон уходит на Ж5. И на ход слон Ж4, Магнус Каусен, который уже здесь предвидел конец этой партии, ставит слона на диагональ Х2, Б8. В дальнейшем это скажется решающим образом на той конструкции, которую белые продемонстрируют. Далее слон Ф5 и наконец Е6. Это решающий прорыв. После взятия на Е6 следует Х7. Черные вынуждены королем ходить на Ж7, отдавая своего слона. Но после взятия король Х7, король Д5, кажется, что черные все-таки успеют прийти на поле А8 и сделать ничью в этой партии. Король Ж6, король С6, король Ф5. И здесь Магнус Каусен, не заботясь о судьбе слона Ф4, ставит короля на Б5. Тут Золтан Алмаши просто сдался. Дело в том, что в этой позиции взятие слона на поле Ф4 приводит к легкой победе белых. После взятия на А4, король Е5, король Б5, король Д6, король Б6, белые не пускают черного короля в угол. Но вы скажете, а зачем же нам брать этого слона? Ведь можно в этой позиции пойти король Е6 и все-таки успеть на поле А8. Но и здесь черный король не успевает. После взятия на А4 следует король Д7, король Б5, король С8 и король Б6. Вот сейчас сказалось то, что слон находится на диагнале А2-Б8. Будем где-то на Е3 или на Д2, черному королю было бы доступно поле Б8. Ну а здесь белые, просто двигая проходную пешку, побеждают в этой партии. Вот такое замечательное окончание в исполнении Магнуса Каусена. Если посидеть и вникнуть вот в такие окончания, то, конечно, вы явно повысите класс своей игры в подобных позициях, уровень понимания этих положений, ну и, конечно, уровень игры в шахматах в целом. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Спасибо за внимание. До свидания.